Методы воспитания 42-летней воспитательницы одного из детских садов Казани рассматривали сегодня в Ахитовском районном суде. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Ненадлежащее исполнение обязанностей работникам образовательной организации, угроза убийством и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Таким образом, уверены следователи, она наказала 4-летнего мальчика за нежелание спать. Согласно заключению судебных психолога-психиатрических экспертов, ребенку была причинена серьезная психологическая травма. Нафиса Минязова оходит дело. Можно ваше мнение вообще узнать? Без комментариев. Но вы согласны вообще с обменением? Свои методы воспитания подсудимая 42-летняя Гульнара Аль-Мухаметова комментировать отказалась. Как гласит уголовное дело, эти самые методы у нее были не совсем законные. Следователи установили, Анна в ноябре минувшего года, будучи воспитателем в детском саду, завела детей на тихий час. Однако один из них, 4-летний мальчик, не спал. И, как посчитал, женщина мешал спать другим. Тогда она сначала начала душить ребенка подушкой, затем била его руками и связкой ключей. Но и этого ей показалось мало. Она заперла малыша в служебном помещении. Обо всем этом ребенок рассказал родителям, когда они заметили странности в его поведении. Уже позже родители ребенка выяснили, что с детьми в этом учреждении не всегда церемонились. Ну, со слов потерпевший, там имеют место предотвращение. Там какого-то ребенка, там, что ли он упал, ступался, или какого-то ребенка. Голову пробили, он сейчас в ДРКБ лежит. Процесс проходит в закрытом режиме из-за соблюдения интересов несовершеннолетнего. Сегодня на судебном заседании огласили обвинительное заключение и опросили потерпевшую. Страна потерпевших также отметила, что в скором собирается подавать иск на возмещение морального вреда. Подсудимая же начала настаивать на том, что не виновата. Подсудимая свою вину изначально, хоть и частично, но признавала. Однако только до того момента, пока у нее не сменился адвокат. Сейчас она с обвинительным заключением категорически не согласна. Следующее судебное заседание назначили на 6 июня. Там планируется допрос свидетелей. Написали меня, Завадель Малахметов, вызов 112. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова